Добрый день, что-то у вас темно так у вас, у вас сзади свет мешает, он должен быть впереди, у вас сзади оказался. Свет мешает нам сзади? Да, надо его закрыть чем-то. От окна? Да, он забивает все. А может вот так? Ну-ка, давайте сюда садитесь, Валя. Вот в эту сторону садитесь. Ну-ка, давайте посмотрим. Ну-ка, так лучше? Получше немножко. Ну-ка. Лампа должна быть впереди стоять. Вот. Видите, Игнатий Тихонович? Да. Добрый день. Добрый день. С праздником. С праздником. А тебе что, день рождения сегодня, Розе? У меня двадцатого. Двадцатого, да. Ну, так получается. Восемьдесят. Восемьдесят. Мы тебя ждали, ты приедешь в Потеряевку, а тебя нет и нет. Да куда уж теперь ехать-то? В Потеряевке хорошо. Хорошо, конечно. Тут на кладбище каждый год батюшка служит. Ну, батюшек-то хватает у нас тоже на кладбище. Только у морей как. Самые дешевые похороны, это у нас. Все свое. Да, да. А в городе-то там живые помрут от страха, сколько забирают всего. А тут и наставления, и все как надо сделать. Никто обивать гроб не будет. Ну, то есть, хорошо. Ну, может быть, помирать-то. Сам буду, я не знаю где. Но пока что живу. А вот если бы ты поехал, а мы бы тебя встретили. Сняли с поезда и привезли в Потеряевку. Когда поехала? Куда поехала? Да к нам? Куда? Куда? Когда? Да когда? Сегодня вечером. Ого! Мы еще праздничный стол накрытый, еще гостей ждем. Понятно. Ну, вот так. А у нас утром богослужение без батюшки. Батюшка там опять поехал по Дивееву, да везде. По мощам. Так а чего хозяйка-то не сядет рядом? Так а вот плохо видно. Здравствуйте. Вот и хорошо видно. Вот так, вот так, вот так хорошо видно обоих. Ага, хорошо. Вот с вами хоть познакомлюсь. А то она рассказывает всегда о вас, а я не знаю. У нас очень богатые ресурсы, очень богатые. В интернете, просто в мировой сети такого нету. Да, да. Ну вот бабушка Валя у нас жила 4 года без документов, без паспорта. Ради Христа отказалась от всего. Но я вот приходила ей помогать. А потом она заболела сильно. И вот пришлось ее забрать сюда, домой. И сейчас вот она, слава Богу, приняла паспорт, пенсию ей оформили. А куда тот паспорт девался? Тот паспорт куда девался? Авелю отдала. Не знаю, куда. Украли у нее, и она не стала новый получать. Говорит, воля Божья. Ну а сейчас, слава Богу, нормально приняла паспорт. Мы пенсию оформили, лекарства покупаем. У нее тут операция была, ей уход нужен. Поэтому я думаю, что уже ехать куда-то очень тяжелее. А какие лекарства-то нужны? А тебе польза-то какая? Сердечные. У нее печень больная. А если печень не пить от печени, то у нее начинаются отеки сильные. И даже воду откачивали из живота. Поэтому вот так. Болячек много, этот букет. Сейчас, подождите. Так, вы позвоните мне через час. Алло. Алло. Все, звонят отовсюду. У вас готов, нет? Не готов. Подождите. Сейчас, видишь, очень важно, о чем я говорил. Подождите там, машину тормозите. У нас богослужение прошло, сразу собрание, каждый раз. После собрания трапеза, песнопение. А потом занятия. У нас занятия по скайпу идут. Три раза в неделю. Среду, пятницу, воскресенье. Мы можем, вот поговорим, и я вам скину наши ресурсы. Каким образом? Вы можете там подсоединиться, участвовать с нами в занятиях. Идем в Новый Завет по блаженному Афифилакту и другим отцам. Один час занятия, и полчаса я отвечаю на вопросы. Понятно. Хорошо. Сбросьте, если будет возможность, мы будем подсоединяться. Вот, прям сегодня подсоединитесь. У нас детей дома целая куча некогда. Написано, не хвались завтрашним днем, ибо не знаешь, что народить тебя. Надо делать все сегодня. А утром уже или вечером сказать, господи, никогда такого хорошего дня не было, как сегодняшний. Как многое успели. Да, точно. Вот видите, вы эту встречу устроили. Мы же с Валентиной Афанасьевной были очень близкие друзья. Она решила поехать туда, где отец Геннадий. Мы, конечно, не хотели, это я ей говорил. Она жила тут, и мы у нее ходили мыли всегда. У нас-то, видишь как, ничего не меняется, константы. Вот эти я два дома получил от того, что у меня изъяли, когда посадили меня. А потом 11 лет шел в суд. И у государства рассчитываться было нечем. Потому что они мне должны были по государственным расценкам 11 миллиардов по тем ценам. И 11 лет шел в суд, и я его, по милости Божьей, выиграл. А у государства, у городской администрации ее сделали ответственной. Платить нечем, я предложил рассчитаться недвижимостью. И самый красивый район центральный, старинный-то, здесь мне два здания и 13 соток. И тут был один храм, в одном храм, а в другом вот я живу. На две квартиры. В одной, тут через стенку Надежда Васильевна. Она еще в Потеряевке. Это так Бог сделал. Приехал мэр города. Тут так торжественно было. Вручили мне два дома. Я хозяин им теперь. Вот так. Да, ты там, ты там, показываешь. Да, там, кто там. Ну, благословен будь. Отрак, как звать-то его? Это девочка Вера. Вера, да как я думал, мальчик. Девочка. Ты сейчас не поймешь. И взрослый идет, не поймешь. Мужчины бритые и с волосами длинными. Да. Две мамы в одном доме. Да. Ну, вот так вот. Ну, хорошо, что вы устроили эту встречу. Мы-то вас помним всегда. Мы можем. Ну, я говорю, что я часто захожу в группе, смотрю ваши эти беседы и читаю вас. А и бабушке говорю, я могу от вас привет передать. Она говорит, передай. Вот я передала поклон. Мы теперь много ездили с благовестнической мыслью. У меня 38 томов книг вышло. 38 в бумажном варианте. И еще 7 в интернетной версии. И вот мы, по милости Божией, расслышали голос Божий. И отправились в миссионерскую поездку из Барнаула до Владивостока. Порт Находка. Заезжая во все города, районные центры. А потом груз забросили контейнером, границы. Получили заграничные паспорта, шенгенские визы. И прошли всю Европу. До Лиссабона. До Атлантического океана. А потом вошли в Скандинавию. Переплыли Балтику. При Балтику прошли три республики. А потом весь север. Посетили 650 городов. И сделали подарки книгами на 35 миллионов. И везде встречи, беседы. В библиотеках, в клубах. Называют Дом культуры. На стадионах, где... И везде люди, нас никто не ждал и не знал. В течение 10 минут я должен их расположить. У нас теперь огромный опыт. Где быть, где останавливаться, какое государство и как. Мы готовились очень тщательно. Все сделали. С нами ехала собака. Нас трое. Два миссионера и шофер. И собака. И собака стала чемпионом России по защитной службе. На выставке. Мы расставали в лесополосах, в лесу где-то, чтобы нас никто не видел. А утром мы тогда уже в городе и ищем, где библиотека, где встреча будет. Все было интересно. Все снимали. На нашем ютубе, ютубе у нас 16 тысяч 950 роликов. В интернете ни у кого столько нету. Мы показываем всю жизнь, как есть. Мы не составляем. Вот как снимаем сегодня, и к утру вы уже сами себя увидите. Да, интересно. Ну, у нас целый коллектив работает. В разных городах помогают. Сергей парализованный тут был. Слышали такого? Нет. Ему было 30 лет, он купался. И когда другие там что-то собирались, он решил еще с обрыва еще раз нырнуть. А в это время под водой проплывало, видно, бревно. Там ничего не было. И он головой ударился. Семь позвонков в дребезге. Его достали через 20 минут. Он мертвый был. И Господь воскресил его их жизни. Но он был парализован. Ему стали делать искусственное дыхание. И разбитыми позвонками перерезали весь столб нервов. Он не шевелил ни рукой, ни ногой. Только одно плечо вот так вот шевелилось плечо. А руки вот такие вот были. И он самый первый иконописец в интернете стал, иконописал. А когда познакомились, он стал отвечать на вопросы. 450 роликов составил. Умница такой. Ему Господь все открыл. А потом, в прошлом году, да, наверное, в этом году даже в начале, Господь отозвал. Он 17 лет лежал парализованный. И трезвый ум. У него все работало. Там откачивали, там бесело. У него не работал организм. Совсем. Это Господь так сделал. И мы познакомились. Он увидел наш сайт и говорит, его можно сделать лучше. Я говорю, да хорошие, очень такие у нас продвинутые программисты. Нет еще лучше сделать. Он так полюбился нам. И мы ему. И он нанял программистов из Израиля, из Белоруссии. Я говорю, сколько же ты заплатил наш сайт копию сделать? Он говорит, 300 тысяч. Вот незнакомый человек, и как Бог родит. Он подал заявление парализованное. Приняли, что в общину потеряем с матерью Татьяной. И мы их приняли. Но он не был здесь. Не был. Он участвовал во всем. Допуск был. И мы о нем заботились. Батюшка-отец Аким поехал. И там был еще один священник, стулы, протеерей Иоанн Суворов. И его крестили. Крестили. Там целлофановые сделали корыто такое. Все. И это разрешается так парализованному больному. Каждый год у нас в водах крещение идет. 7 июля или в первое воскресенье, если оно попадает в среди недели. Нынче у нас были, крестились из Германии, из Ливана. Откуда люди, которые через наш интернет обращаются. Сектантов много пришло. Это хорошо, что сектантами занимаетесь. К нам приезжает архиерей, патриарш. И мы так к зарубежной церкви относимся. И приезжают. А мы так и остались. Мы единственные две общины в России, которые не перешли в патриархию. Но отношения поддерживаем. Благодать признаем. И митрополит приезжает со священниками, служит у нас. И когда они служат, поминают патриарха за богослужением Кирилла. Это хорошо. Да, мы на особом счету у них, у патриарха. Он о нас спрашивает. У нас всюду благовестие. Каждое воскресенье по Теряевке занятия идут. Мы-то сейчас занятия пришли только. А вы по какому времени у вас это время? Я вам напишу. Сейчас, как только кончим разговаривать, не отходите от интернета. Я в скайп все кину вам. Вот вчера на меня вышел один с Израиля, полуеврей, Артур. Тоже через интернет. У нас посещаемость нашей базы, где есть все, 42 миллиона человек. 42 миллиона. И новые, новые души приходят, как доктор богословия. Тут есть такой Павел Бачков, юрист, профессор. Игнатий говорит, ну не всем нравится-то. Но куда вы денете, говорит, тысячи людей, которые пришли в православие, в патриархию. Это вы куда денете? И они заболкли. Делают помощь, да? Ну, да нет. И как вы придете на это? Ясно. Игнатий Тихонович, а вы тоже с 39 года рождения? Тоже 39, 10 июня. А, тоже. 10 июня вам было 80 лет? Да, было 80. Ну, у меня здоровье другое. Меня Господь ощущает огненным испытанием. У меня все перегорает. Точно. Вот. Я за всю жизнь, за 80 лет, ни одной таблетки не съел. Ну, вот видите, у вас другое. У меня голубятни там наверху, я каждый день туда лажу, на велосипеде гоняю, молодые у нее гонятся. Пилим, работаем, землю, земляные работы, пруды, я везде участвую. Во мне все перегорает. Я иногда до дома дотащусь, хлопнусь и даже не раздеваюсь, уснул. А в первом часу уже подъем, в интернете работаю. А в 4.40 общий подъем, в 4.40. У нас очень строгая дисциплина. Ну, вот этой строгой нам не хватает дисциплины. Мы какие-то расслаблены. Дисциплина. Мы строго. Воскресенье это или выходной, мы в одно время встаем. Это хорошо. Как бы нам так приучиться? А кроме того, у нас порядок такой, что в Солом 118, 164 стих. Давыд говорит, семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. И это три святоя и сто поклонов. Это один раз. Чтобы не меньше семи раз днем. А утром, вечером точно так же молитва утренняя и вечерняя. Но это не считается. Это отдельно. Чтобы войти в молитву, о чем все святые отцы говорят. И у нас по интернету, в скайпе идет молитва. Люди собираются со всего мира. И мы вместе молимся, как в одном доме будто находимся. Считаем утреннюю молитву, псалтырь и обязательно сто поклонов. Это я вам говорю для того, чтобы вас подбодрить. Она была, она знает. У нас зря спать не будут люди. Спасибо, Господи. У меня в книгах... Валя тоже, она нас тоже учит многому. Я знаю, у нее разум работает. У нас недавно-то, ну, книги разошлись, которые. И в одной из книг мы беседуем. Там Юрасов сидит и Валентина Шитикова. И там везде. Валентина Шитикова. Что она говорит? Как она жила? Как обратилась? Как маленькая была? Чуть дверь чужому не открыла. Ее кто-то по руке ударил. Было такое? Угу. А все написано. Это на магнитофонной пленке. Тут каждое слово. Вот 20-й том, это мои беседы с Александром Менем. Мы беседовали. Каждая книга, это 752 страницы. А где их можно прочитать? А я вам скину материалы. Прочитать можете в интернете, можете выписать. Там цена, все указано. Мы издали Новый Завет с полным толкованием, с откровением. Впервые за 2000 лет вышел такой труд, чтобы с откровением. Блаженный Афефилакт и 434 страницы Апокалипсис. По всем святым отцам отец Геннадий собрал. И опровержение самых современных сектантских заблуждений. Видели мои книги эти у Путина в библиотеке. Я и Патриарху подарил, Медведеву. Больше половины книг были подарены. А остальные, там где можно, так кое-что хоть маленько поддержать. Потому что цены невыносимые. У меня вот подготовлено 4 тома моих стихов. Каждый том 800 страниц. И каждое стихотворение 36 строчек с эпиграфами из Библии. 3467 стихотворений, написанных за 9 лет. Каждый день еще даже не все вмещаются. Это Бог сделал. Так а вы сами его, Игнатий Тихонович, пишете. Я пишу, рука моя пишет. Я стихи эти считаю, как будто первый раз вижу. Вот я на молитве стою, а у меня рядом бумага и карандаш. И бывает, как строка какая-то мелькнет. Я ее сразу записываю. Когда помолюсь, дальше еще 35 строчек. На все черновики. Представь себе, сколько. Это вот пачки бумаги продаются в магазине. 500 листов. Семь таких пачек исписаны, и ни одной помарки нет. Пишу из чистого листа. Это нельзя. Никто тебе говорит, это невозможно. А почему? Господь дает. Да. Я в литературном институте в Москве считал. Там Лева Шанин, поэты. И все до того удивлены были. Где вы берете? Я говорю, я дорогой ехал. Я на молитве все выпрашиваю у Бога. Это не мое. Поэтому мне тут не гордиться, ничего не надо. Да, понятно. Вся слава Господу достается. И при том 86 стихотворений положены на музыку и поются. Хорошо. Вот я на корабле был. Вот я могу одно стихотворение на память прочитать. Прочитайте. Рыбацкая шхуна с волнами боролась. Стремительно крен возрастал. Сметение росло. Но раздался вдруг голос и всех на молитву призвал. Волна через корпус не раз пробегала. Был лопастей виден плавник. Как туша убитого кем-то финвала. Корабль под ударами сник. Остались минуты. А дальше развязка. Объятие холодной волны. Над простым мглой с ледяной повязкой. О чем бы подумали мы? Наверное, лица родных и знакомых мелькнут в феерическом сне. На жизненной грани. На жутком изломе. На вечно девятой волне. Иные клянут капитана. Стармеха. Проклятие всем и всему. Окончена жизненная чаша утеха. И брошена разом волну. И дальше говорится. А я сегодня вышел совсем из каюты. Призвали на помощь Творца. Молитва и в грохоте волн умолкала. И глохла под тяжестью волн. А руки Сиона с тоскою касались. В небес не стучали Сион. Когда мой корабль опрокинет пучина. А рот поперхнется волной. Дай Боже, чтоб к небу своей кончиной. Других я увлек за собой. Кого увел за собой? Увлек на небо. Не на небо. Когда умирать буду. Корабль опрокинется. Жизненная моя ситуация. Чтоб я других увлек за собой на небо. Когда мой корабль. Корабль жизни опрокинет пучина. А рот поперхнется волной. Дай Боже, чтоб к небу своей кончиной. Других я увлек за собой. Интересно, да. Знал. А это вот такое стихотворение еще такое. Пример к себе своим воображением. То есть мою биографию на себя, на день. Пример к себе своим воображением. Все то, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищникам меня Бог сделал мышкой. Ни час, ни сутки. Но сплошная жизнь на выходе и в ходе, за обедом стреляют точно в лоб. И давят только вниз. За мной доик, бешеный Саул. Они разведали, что им я мед, акриды. А штаб-квартира избран Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине в последний раз смотрю из-под руки. Враги с собаками, с биноклями, в машине. Мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня. Гнались до упаду. Я отошел. Не достигаем вам. Прощай, земля, азарт, закон ограда. Мой труд, следы. Читайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле. Застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на все гляжу. Это биографическая такая. Собирается фильм на этом. Кто-то, может быть, поставит. Ну, действительно, на каждом повороте успеваете. Да. Засеять поле проповедника. Ну, Господь призывает, мы должны откликнуть всех. Да. Не по своей воле, да? Нет. Наша воля да не будет, мы это считаем. Да не будет воля моя. Да. Потому что воля наша, это первое, что нужно растоптать. Воля должна быть предана Христу и воля Божья. Да будет воля Твоя. И на земле, как на небе. А Господь все равно удает выбрать, ведь все равно. Вот отвергнись в себя, отвергнись в себя. Он говорит, кто идет за мной, не отвергся в себя, крест не взял, не достоин меня. Отвергнись в себя, определи, что ты, из чего состоишь. Какие замыслы, какие твои мечты. Все расставщи. Дай место Богу. Ему не надо 99. Бог берет только все. Всем умом, всем сердцем, всей крепостью, всей душою. Всем разумением. А мы порой Богу остатки отдаем. Сначала все сделаем, а потом только на молитву встанем. Вот неправильно как. Ну, это надо по обстановке смотреть. Может и правильно. Если на улице дождь идет, вам некогда молиться. Как гналися за одним человеком. Он говорит, давай помолимся. А другой говорит, давай греби. На тот берег, когда переберемся, тогда будем молиться. За нами погоня идет. На лодке переплывали. Давай помолимся. Хорошее дело. Но за нами гонятся. Они сейчас стрелять будут нас. Разумно все, что... Разумно. Надо всегда сообразоваться с тем, что вокруг нас есть. Да. Разумно, чтобы было. Вот так. Да. Вот так вот. Ну что, Любовь, молодец, что ты привела Валентину сюда. Ну как я ее привела? Я ее не утруждаю говорить, еще не спрашиваю. Мы маленько слышали, что там она вот болеет. Мы знали это и молились. А уж как Бог примет. Да. Ну вот сейчас, слава Богу, у нас. И нам хорошо. Она в отдельной комнатке. Ей хорошо. И слава Богу за все. Ну, конечно, слабенькая она. Забывает все. Но ничего. Все забывает. На помощь удержится. Вы знаете, как один пришел проведать в монастыре. Это житие святых. Он говорит, все забываю. Молиться не могу. Ну, отче наш, ты можешь? Отче наш, знаю. Считай. Пришел на другой раз. Он говорит, я отче наш забывать стал. Ну, читай, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Через неделю пришел, говорит, не могу прочитать. Говорит, ну, значит, пора. Ну, вот она Иисусова-то читает постоянно. Ну, вот. Она знает Александра Ивановича Устинова. Это бывший начальник радиостанции Рокоссовского. Прошел войну на передовой. И вот он что-то тяжелое дома поднимал, там в колодце было. И у него какие-то жилы лопнули, его парализовало. И он отсюда, естественно, переехал в Минусинск. Там недалеко от вас. И вот он молиться-то правая рука не может, так он левый молился. И вот здесь вот у него пробитый костюм. Ему зашили за платками, он снова пробил, когда рукой делал здесь. Вот как молиться надо. Он молился все время. Он святой человек. Ну, ладно, Игнатий Тихонович, у вас занято время. Да, ну все, ну что, да. Все, спаси Христос. Так, Валентина, ты на меня, если что-то имел или имеешь, прости меня Христа ради. Ничего не имею, только ты меня прости и помолись, чтобы мне очиститься. Да, я молюсь о тебе, чтобы тебя Господь принял в обители. И ты там помолись Господу, чтобы Бог сделал, о чем мы молимся. И мамочку, Богородицу, умоляю, чтобы она меня взяла к себе. Ну да. Ты много перестрадала. Ты лежала, когда в Тубизе, в Курлезном, тут сколько, тебя посещали. Врачи говорят, никому столько не приходят, как к этой женщине. С утра до вечера под окнами стоят. У меня только на уме небо и мамочка, Богородица, я с ней прямо как живой разговариваю. Нет, ты мамочкой не называй, просто Матерь Божия. Больше никак не надо. Церковь не признает других названий. Матерь Божия, как написано. Этого достаточно для нас. И Христа, Сын Божий, Сыночком не надо называть. Это бабки сюсюкают. А пробуй в троне ее, а там такие рога вылезут. Все правильно, Гнатеки Христа. Только, ну, придумали считать Псалтырь Богородицы фальшивка. Сожги в печи, если есть. Нет, такого нету, да. Псалтырь Господу нашему Иисусу Христу от псалмопевца царя и пророка Давида. Вот это действительно. А Богородицы, которые его ни в храмах, нигде не считают. Это подделка, хитрость. Все, где Бог, заменили именем Богородицы. Бог говорит, слава моей, никому не дам. Пророк Исаия говорит. Игнат Тихонович, а мы же говорим, вот, Пресвятая Богородица, спаси нас. Это нормально, считаете? Нормально. Спаси нас. С чем? Молитвами твоими добавляйте. А, молитвами. Спасти никто не может, кроме Христа. И Богородица спасается его жертвою. Да. Значит, нужно добавлять? Добавлять. Не просто так, а спаси. Спаси молитвами твоими святыми. Пресна Дева Мария, Матерь Христа, Бога нашего. Да. Или можно, например, Пресвятая Богородица, помогай нам. Ну да, это можно, допускается. Мы должны знать. Златоуст говорит, самая сильная молитва, когда человек молится ко Христу прямо. И молится сам. Да. А другие, если, он говорит, Златоуст, ни я, ни Бог тебе не поможет, если ты сам себе не поможешь. Ну, а я вот, например, Иисусу Христу молюсь. Иисусе Слачайше, спаси меня. Церковь приняла. Можно. Можно. Это канон Иисусу Христу. Так и называется. Все эпитеты, которые мы кому-то пытаемся дать, они недействительные. Только Христу. Всемогущий, всесильный и прочее. Это только Христос. Всемилостивый, только Христос. Написано, все согрешили. Все лишены славы Божьей. Нет праведного, нет ни одного. Псалом 13, 52. Нет ни одного. Ни одного и никогда не было. И Павел говорит, и Иаков пишет, все мы много согрешаем. Особенно языком. А язык укоротить никто не может. Ну что, давайте прощаться. С Богом. Ну все, с Богом. Так, я вам сейчас скину материалы свои. Не отходи, Любовь. Вас Любовь звать? Любовь, да. Ну вот, будь такой. Хорошо. Спасибо, Господи, Игнат Яковлевич. Да. Очень приятно было с вами познакомиться. Ну, слава Богу. Значит, на наш YouTube зайдете, вы эту беседу прослушаете снова. К утру я постараюсь ее поставить. Хорошо. Спасибо, Господи. До свидания. До свидания. Отключайтесь. А на первую осенью привет передашь? Да. От меня. Да. Я вот сегодня передавал. А Левтина тут была. Тебя все знают, которые бывают. А то люди-то все новые. Остальные все новые. Да. Ну все. До свидания. До свидания. Отключайте, попробуйте. Пойдет, нет? Отключайте. Мы еще тоже ничего не знаем. Но я отключу теперь. Смотрите. Продолжение следует.